В прошлом году наша редакция рассказала о том, как Хамрос Довлатов не может перестать играть в Fallout New Vegas. Судя по многочисленным лайкам и комментариям, эта тема оказалась близка большинству из вас. И да, сейчас это прозвучит неожиданно, но в IGM на игле игровой зависимости сидит не только наш главред. Особенно, когда речь идёт о классике вроде прославленной серии Mount & Blade. Так что свою персональную рубрику Хамрос хоть и со скрипом, но доверил следующему аддикту, а по-русски на иглисту. Поэтому авторский состав второго выпуска слегка изменился. За микрофоном всё так же Антон Киреев, сценарий подготовил Антон Белый, а красиво смонтировал для вас всё это Денис Захариев. Кстати, друзья, а вы ведь подписаны на наш YouTube-канал? Обязательно подпишитесь, если до сих пор забывали это сделать. Для вас бесплатно, а нам поможет в эти трудные времена. Вот честно, гайз, ваша поддержка сейчас нужна как никогда. Сабнулись? Клокольчик нажали? Отлично! Тогда по коням у нас реально ламповое ретро. Возможен острый приступ ностальгии. У серии «Скачи-мачи», как её называют в России, удивительная история. Будущий суперхит придумала супружеская пара из Турции. По сути, Mount & Blade стала самой известной игрой турецкого происхождения и позднее принесла миллионы лир чите Явус. Сама компания TaleWorlds Entertainment была основана в 2005 году Армаганом и ИПЕК Явус. Остальные члены команды подтянулись уже во время более поздних этапов разработки, впечатлённой бета-версией игры. К слову, она распространялась бесплатно, но была ограничена по функционалу. Покупка кода разблокировки снимала все ограничения, а заодно гарантировала геймерам то, что они получают полную версию в момент релиза. Вот бы все игроделы так поступали вместо Кикстартера с его годами обещаний и переносов. К счастью, не все в игровой индустрии обманывают и хотят отобрать у честных ребят побольше шекелей. Итак, в 2005 году команда выпускает свою песочницу про Средневековье, которая в одночасье становится хитом. Свыше миллиона продаж и более трёх миллионов долларов дохода. Это не считая спираченных версий игры, которые из-за отсутствия какой-либо вменяемой защиты уровня хотя бы ранней дынуво заполонили интернеты. На фоне этого успеха информация о том, что когда-то Армаган Явуз собирался сосредоточиться только на академических исследованиях, звучит нереально. Ведь доктор физико-математических наук превратился в успешного геймдизайнера после первого же инди-проекта. Само собой, трудолюбивые турки не стали заложниками первого успеха. Они тотчас же взялись за сиквел, в котором должно было стать больше всего – фракций, квестов, приключений и интриг. И вот уже в следующем году по тому же принципу появляется бесплатная открытая бета Warband. Захотел – поиграл. Понравилось – купил. И в этот сиквел Mount & Blade даже через 13 грёбаных лет играет тьма тьмущая людей. После стольких лет. Всегда. И я один из них. Как это вообще стало возможным? Давайте разбираться в причине феноменального успеха игры про вчерашнюю курятину. За что же я вообще люблю Warband? Ну, по-хорошему, её можно хоть сейчас добавлять в жемчужины симуляторов. Потому что это полноценный симулятор средневековой жизни со всеми его плюсами и минусами. Без зелёных орков, тёмных эльфов, фаерболов и мрачного фэнтези. Только суровая Кальрадия – вымышленная страна-континент, в которой сплелись черты средневековой Европы и Среднего Востока. Нечто похожее сделали до турков. Погодите, никто не делал вообще ничего похожего на Warband. Авторы просто взяли лучше от Ситмейер Спайротс, Тесс Даггерфолл и Фронтир Элит 2 и замешали из этого микса свой креативный рецепт. Забегая чуть вперёд, хочу сказать, что маломальски похожий игровой опыт впоследствии я получил лишь в Kingdom Come Deliverance, но даже ей не хватает масштабов и размахов Mount & Blade. Чем же заниматься в этой расчудесной игре? О, для начала мы создаём своего персонажа, просто выбирая ответы в сложных выборах. Ретро-геймеры хорошо помнят такой вариант генерации героя, например, по Jagged Alliance 2. Далее мы осматриваем получившегося горе-вояку и распределяем очки атрибутов по нескольким навыкам. Тут у нас всего-то четыре основных атрибута – сила, ловкость, интеллект и харизма. Но на самом деле для веселья их вполне хватает. Противовес им здесь много умений и навыков как для боёв, так и для мирных задач. Из совокупности атрибутов и скиллов вырисовывается наш будущий сэр-нагибатор – гроза караванов, которые, к слову, тут можно преспокойно грабить. При этом среди навыков есть такая экзотика, как содержание пленных или упаковка. Хотя упаковка – это не умение красиво обёртывать стрелы и мечи в подарочную бумагу, а увеличение вместимости инвентаря. Но кем бы вы ни начали играть, важнее всего будет навык «Сбор трофеев», который даёт баф к награбленному и залутанному после битв и облав. И вот тут я плавно перехожу к самой игре. Новоиспечённого вояку сделали, игра началась, а дальше что? А дальше? Гуляй, Васенька, на все четыре стороны. Наш перс гол как сокол, а после парочки обучающих квестов нас ждёт песочница формата «Развлеки себя сам». Никто не будет хватать за руку, никто не будет подсказывать, где ждут интересные квесты. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Сюжета нет, центрального квеста нет. Есть цель – стать королём, но даже её выполнять необязательно. Строго говоря, вы вообще никому в этом мире не нужны. Особенно поначалу, без стартового капитала и без армии. Наш персонаж – безродный крестьянин без единой турецкой лиры в кармане. Поэтому надо зарабатывать стартовый капитал и делать себе имя. В общем, всё как в жизни, но с поправкой на реалии Кальрадии. Чем вообще тут заниматься – решительно непонятно. С этого момента начинается долгий и сложный процесс адаптации. Само собой, первым же делом отправляемся грабить караваны, но нашему низкоуровневому бойцу быстро наваляют. Тренироваться на бандитах тоже не вариант, без какой-либо свиты не выжить, ведь один в поле не воин. По крайней мере, в Mount & Blade это правило действует безукоризненно. В первые часы в игре ощущаешь себя так, будто только что выпустился из школы в открытый мир. Как выжить и, в идеале, разбогатеть. Но для большинства игроков первой работой станет не совсем благодарный труд спекулянта. Про челночников в Турцию из России помните? Здесь мы тоже будем вовсю челночить, скупать предметы первой необходимости подешевле на севере и отвозить их на юг, чтобы выторговать за них побольше динаров. Торговля в Warband является одним из ключевых способов обогащения и куда более рисковой, чем кажется на первый взгляд. У нас тут в реальном времени происходит доставка товара в категории ширпотреб и, само собой, для многочисленных бандитских банд, гуляющих по мировой карте, такой торговец становится лакомой целью. Так что продукты туда-сюда таскать придется немало, и для этого лучше бы вам обзавестись лошадкой. Хотя на практике оказывается, что берем шерсть по 70 динаров, а продаем по цене в 71 рубь. Ой, то есть динар. Лично я при первом знакомстве предпочел сразу же вкачать очки в дальнобойное оружие и не ошибся. Денег на шесть дешевых волонтеров я пожалел и отправился в странствие в гордом одиночестве. Напали рейдеры, силы были неравны, однако я все равно худо-бедно справился. Стрелял по ним из лука и вовремя отбегал. Кое-как уложил небольшой отряд головорезов и был жутко собой доволен. Альтернатив торговли не так уж много. Устроиться солдатам в чье-либо войско, либо заняться грабежами и разбоями. Отыгрывать плохиша никто не запрещает. В этом отдельная прелесть Mount & Blade. Бандитам нигде не рады, но много ли действующих военачальников пришли к власти, не пролив крови. Чуть позже мы обнаруживаем новые способы развлечений. Участие в турнирах за выгодные гонорары и возможность трудиться на местных князьков. О, совсем забыл же сказать. Кальрадия разделена на шесть королевств. Киргидское ханство, Северное королевство, королевство Родаков, королевство Свадия, королевство Вегирс и Саранитский султанат. У каждого есть свой правитель, а у него князья, вассалы, перы и прочие царьки поселков городского типа. Феодальная раздробленность доходит до того, что даже у мелкого хутора может быть свой босс-вахтер. Игра моделирует полноценную экосистему государства, как в какой-нибудь стратегии Crusader Kings. Событие на глобальной карте происходит без нас, зачастую без нашего ведомства. Шесть государств воюют, отжимают друг у друга территории, правители сменяются и свергаются, есть даже риск того, что какая-нибудь свадия окажется аннексирована и перестанет существовать в привычном виде. За счет этого каждая игровая сессия становится уникальной, ведь игра каждый раз собирает из модулей новую историю. В этом смысле название студии Tale Worlds, то есть сказочной миры, более чем говорящие. И мы – лишь малая часть этой системы. Игре плевать на наш прогресс, ведь остальные участники этой столетней войны в любом случае будут бодаться, и неважно, чем мы на фоне этого занимаемся. Отрабатываем роль цепного пса-короля, помогаем беднякам или грабим гусей и попутно насилуем коров под песню «Я ядерный, я дикий». Никто и ничто не мешает миксовать все эти действия в рамках одного прохождения. Лично мне очень запомнилась ситуация, когда я впервые столкнулся с голодом отряда. Я с двумя десятками бойцов отправился в долгий поход на замок Дерчиос из «Былинной песни». Провианта не хватило, и герои начали голодать, из-за чего моя армия рассыпалась ещё на полпути. Мораль резко упала, и я познакомился с тем самым цыплёнком из мема «Гнилая цыплёнок 3750». Вообще, градация продуктов в игре прекрасна. После свежей курятины идёт вчерашняя, позавчерашняя, вонючая и гнилая. Причём даже вонючая вполне себе пригодна в пищу. Игла Warband заключается в этой самой уникальной особенности, когда независимо от тебя игра генерирует контент, с которым ты можешь взаимодействовать. И ты сам выбираешь, где, как и когда. Однако влиять на расклад, само собой, всё же можно. Мы вправе брать квесты от лордов, местных князьков, которые с ростом доверия начинают давать нам не почтовые поручения, а доверять самые разные штуки. Из интересного «Битвы за града» и полноценной осады замков. В Warband ты лично сражаешься на поле боя. Ты лично экипируешь себя и свою свиту. Пестуешь ребят, прокачиваешь свои отряды, и вот уже вчерашние гопники-оборванцы превращаются в элитные войска. Снабжаешь их оружием, лошадями, прокачиваешь их навыки и становишься силой, с которой приходится считаться остальным. Но в первую очередь тупо набиваешь свой кошель и прокачиваешь собственные циферки. Ведь воевать весело. Отдельно доставляет локализация, которую в сообществе давно растащили на цитаты. «Гнилая цыпленок телесного цвета». «Я поддерживаю я». Причем вот эта реплика любимая у NPC. Ты можешь кучу усилий приложить на улучшение отношений с конкретным царьком, дабы заручиться его поддержкой в важном выборе. Например, при дележке захваченного замка. Но в итоге болван все равно заявит «Я голосую за я». Вот оно, воплоти. Коварство средневековых феодалов. Отстану большой шишкой и к ногтю их все. Боевая система тоже выше всяких похвал. Тебя самому дают выбирать направление удара с помощью мышки, как в старенькой «Die by the Sword» от Treyarch, когда компания делала не только новые части колды. Можно сражаться пешим или верхом, с клинками и копьями. Оружие аутентичное. Луки, арбалеты, копья, дротики. Ничего фэнтезийного, за исключением разве что кремниевого пистолета, раздобыть который практически нереально. Чем подкупает игра, так это тем, что тут честно моделируются битвы армии. Не стенка на стенку, а полноценное сражение в духе Александра Македонского. Лимит для нашей боевой армии составляет 150 юнитов, но настройки можно расширить и выставить хоть тысячу голов в армии. Старенький движок без труда справляется с обработкой сотен одновременно машущих мечами солдат. А когда усталый полководец захочет повесить топор войны на стену, потому что закопать его надолго тут не дадут, то он может обзавестись супругом или супругой и закатить по такому поводу бал. Браки по расчету для укрепления отношений между княжествами – обычная практика в мире уорбенд. Но турки не дадут вам просто взять кого-то в жены, нажимая кнопку X или F. Отнюдь даму сердца придется завоевать, используя скиллы и делая правильные подарки. А еще придется потратиться в плане ресурсов, устроив пирушку, для проведения которой нужны внушительные запасы по списку из еды, алкоголя, специй и масла. К слову о ресурсах, мы можем и фермерством заниматься, и земледелием – самостоятельно производить продукты, затем продавать их, после чего можно приобрести бизнес-схемы с чужими производствами и зарабатывать за счет них пассивный доход. Деревни генерируют различные продукты, отвозят их по городам, а там они перерабатываются в более сложные ресурсы типа брони или одежды. Поначалу так и не скажешь, но под капотом у M&B спрятана целая экономическая система. И если поначалу не понимаешь, как в этом мире можно заработать на захудалый комплект брони, то через несколько часов уже ворочаешь суммами денег, на которые можно приобретать целые форты. А уж чего стоит это сладкое чувство, когда захватил вражеский замок, и вся твоя изрядно поредевшая в ходе долгого побоища армия воздевает руки с мечами в воздух и радостно вопит. Ребята явно в предвкушении предстоящей дележки лута. Но главной наградой для игрока станет возможность создать свое собственное государство, не присягая никому на верности, развивая свои территории по собственному усмотрению. Ворбенд не самая продвинутая дипломатия, но все же... Сюзеринитет позволяет и торговать, и объявлять войну, и назначать вассалов. В общем, развлекайся на свое усмотрение. В этом же вся соль и весь кайф. И постепенно начнешь постигать смысл мемов про замок Чалбек и не только. Ведь все опытные игроки знают, что мальчики из Чалбека сидеют в три года, а также туда попадают после смерти плохие люди. Игра до сих пор прекрасно себя чувствует, несмотря на крайне почтенный возраст в 13 лет, и наличие сиквела в виде Mount & Blade 2 Bannerlord. О ней мне бы хотелось рассказать в другой раз, но буду честен, уже сейчас Bannerlord укладывает Warband на лопатки по функционалу и морю возможностей. Недавно один программист даже добавил в игру нейросеть ChatGPT, и теперь с NPC-персонажами можно вести диалоги на любые темы в рамках сеттинга, и они даже будут осмысленно на все это отвечать. Среди самых сильных сторон старушки Warband, о которых я еще не упоминал, отмечу моддинг. Благодаря незашифрованным ресурсам фанаты напилили тысячи модов, которые значительно преображают игру. Моды поддерживаются годами, среди них есть настоящее сокровище. Вот вам рандомные пять штук, которые точно заслуживают хотя бы беглого взгляда. Gekko Kudzō превращает карту юнитов в аналог средневековой Японии в период эпохи воюющих провинций, более известной как Сен-Гоку-Дзи-Дай. Самураи с допотопными мушкетами, Ронины с катанами – вот это все и даже больше с круто сделанной картой Японии. Вам больше не понадобится Гостов Цусима на ПК, если поставить эту модификацию. Decapitate and Dismember – мод, добавляющий расчлененку. Отрубленные головы, вспоротые животы, улетающие в сторону горизонта конечности, ужасные раны от лошадиных копыт и так далее. Все это в комплекте для тех, кто, заходя в игру, восклицает – «Больше крови богу крови!» The Last Days – мир Толкина перенесли в игру со всеми фракциями, героями, локациями и прочим. С кучей уникальных моделек и ассетов. Фактически геймеры получают экскурсию по Средиземью во время известной Войны Кольца. Идеальный микс Уорбэнда и Властелина Колец. Бритенвальда – глобальный мод, раскрывающий войны на Британских островах в период, известный как «тёмные века европейской истории». Сами разработчики остались от Бритенвальды в таком восторге, что доверили её авторам разработку одного из двух официальных аддонов к игре – Viking Conquest. Вот только обновлений с 2014 года не было, так что сейчас этот мод хорош в качестве музейного экспоната. Diplomacy Compilation – сбалансированный микс из разных модификаций, которые улучшают графику, правят баланс и добавляют новые опции для дипломатических взаимодействий. В общем, добавляют всё то, что есть в ванильной версии Баннер Лорд, но чего так остро не хватает Уорбэнду. Да и про мультиплеер не надо забывать. Там на кровавом ресталище могут сойтись вплоть до 200 игроков. Скажем так, за право называться самым сильным рыцарем в сети. Хотя режимов тут на самом деле хоть отбавляй. Восемь основных, среди которых есть и деф-матч, и захват флага, и дуэли. Сейчас проверил онлайн, и в одном только Стиме среднее число игроков составляет 6-7 тысяч ежедневно. Это люди, которые до сих пор заходят на любимые серваки и оттачивают там свои фехтовальные навыки. Это живая, активная аудитория, благодаря которой игра поддерживается годами. Причём встретить в игре можно кого угодно. Даже реконструкторов и ценителей наполеоновских войн. Благодаря дополнению «Наполеоник Уорс» ничто не мешает воспроизвести в игре битву при Ватерлоо или Бородинское сражение. Вообще же, игровой опыт идеально описывает ситуацию практически из стартового квеста. Староста деревни просит спасти её от бандитов. Окей, сделано, бандиты перебиты. Награда смешная, миска риса без кошка жены. Как тут не схватиться за оружие? В общем, взял, да и разграбил деревню. А потом сжёг, чтобы неповадно было. И ничего, потом даже к успеху кое-как притопал. Хотя игра постоянно генерировала лулзы. То в турнире выдадут лук, а сопернику лошадь и полное рыцарское боевое обмундирование. То будешь с напарниками захватывать на дел, а князь отдаст его тем, кто даже не участвовал в захвате. Либо отдаст деревню, которая находится на границе двух враждующих государств. Так что прежде чем окунаться в этот волшебный мир, распечатайте гайд с информацией о выгодных сделках. К примеру, в городе Нарра выгоднее всего продавать соль и покупать глиняную утварь. Изначально я собирался рассказать в этой рубрике про Dead Cells, ещё одном уже немолодом проекте, для которого в ближайшее время выйдет дополнение с персонажами и локациями из Каслвании. Но затем вовремя вспомнил, что мы непростительно долго обходили вниманием культовую серию родом из Анкары. Быть может, пора сделать отдельный ролик про текущее положение дел в Баннерлорд. Там как раз в январе вышел очередной масштабный апдейт, любо-дорого посмотреть, во что превращается игра под чутким менеджментом Армагана Явуза. А какие роли по душе отыгрывать вам, зайдя в Warband? Расскажите о своём опыте в комментариях. Самые интересные истории попробуй обыграть в ролике про Баннерлорд, если, конечно, ваши лайки и комменты покажут ваш интерес к этой теме. Так что не забывайте подписываться на нас на Ютубе и в других соцсетях. Оставляйте комменты и приятных вам приключений в Кальрадзии. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает чеканной монетой на Бусти. Ну а я на сегодня всё. Ушёл изучать самые брутальные моды для Баннерлорда. Надолго не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok